доброе утро мне кажется что аэропорты это просто мой второй дом сколько здесь времени просто проведено было за последние года уже не сосчитать я вообще не вписываюсь ваш график по выходам в эфир 5 утра в три часа ночи по вашему времени меньше народу больше кислорода в эфире поэтому я люблю так выходить так комфортнее немного увидеть и когда много подключаются энергией слишком много тратится тяжело на душе привет привет а у вас 9 шестой час время завтрака ну все как раз переключилась на россию спасибо большой вам тоже удачного дня красотки интересно кто записывает мои эфиры в ю тубе абсолютно все эфиры есть привет как дела ну как видите жива пока но очень устала на самом деле 12 часов перелета ожидания сейчас поеду заселяться привожу приведу все в порядок нет заказал покушать слава богу в завтраки с 6 утра можно заказать кашу яичницу спать конечно хочу спать как из чего начать ходить девушки 22 года с весом 90 килограмм и ростом 163 в первую очередь необходимо отказаться от всех мучных изделий фастфуд даже сильно жареного соленого слоеного и прочие гадости пищевой этого будет достаточно потом постепенно изучать правила питания режима дня сна тренировок подбирать комплекс тренировок и так далее тому подобное можно ли после похудения потянуть живот после родов 3 года ребенку конечно можно было бы желание у вас 4 40 а что же вы не спите так так рано ключевой записывать я вот тоже не знаю прям все мои эфиры даже который я не помню я смотрю они все записаны капец даже те которые два года назад были иначе как-то страшновато становится можно есть три раза в день большими порциями если остаешься в дефиците можно количество приемов пищи количество порции это все индивидуально все зависит от вашего типа телосложения физическая активность это образа жизни когда дом будешь дома я буду только 2 марта в 10 в 11 утра сейчас я в москве шереметьево в альпача если кто здесь чалится как и я заходите на завтрак чай попьем похудела ножки похудели очень классно кой вес сейчас вес как и всегда пятьдесят восемьсот я уезжала было пятьдесят два восемьсот после капельниц после лечения очень сильно вес набрался очень много жидкости скопилось по прилету тоже вот улетал пятьдесят восемьсот но я пролечу после отдыха после полноценного сна после восстановления надеюсь на то что я еще хотя бы грамп 500 скину века если занимаюсь только йогой могу ли я попасть на такой если честно я хочу сама съездить на йога тур вот вообще хочу сама побывать в туре и отдохнуть пока тур не планирую можно ли есть картошка на завтрак в любом виде ну в картошке мало полезных углеводов там в основном крахмал вот соответственно энергии вам не хватит на целый день вы будете хотеть кушать поэтому ну там если не ежедневно ее есть и правильно ее приготовить там картошка в мундире допустим без масла без всего то еще как-то не шло а если там пюре жареная картошка то естественно категорически запрещено сколько минимальное максимальное время должно проходить между приемами пищи если вы пытаетесь пять раз в день то два с половиной три часа если вы пытаетесь три раза в день то пять часов и ну не более 5 часов 5 часов это максимум два с половиной часа好的 меню это между основным приемом и перекуса а между основным приемом и основным приемом 5 часов. Ты выглядишь в любое время сутки на все сто. Да, конечно, мы просто, если убрать ушки, убрать наушники, которые более-менее волосы скрывают, там ни хрена не на все сто. У меня еще тут брови отросли. О какой ситуации? Говорят, что вы про Юлю как-то грубо говорили. Ничего я грубо не сказала, просто Юля выслала, отметила мне на видео, где плавает тюлень. Говорит, сразу вспомнила векунцы. И я знаю, как реагируют люди. Я не хочу, чтобы мою работу ассоциировали с тюленем. Ну, просто сразу такая ассоциация пвика-тюлень. Я сказала, что я тут на тюлене плаваю, я работаю. Это совсем другое. И все. Ну, почему-то посчитали, что я грубо ответила. Мне кашку принесли. Кашку-малашку. На молочке я обычно в аэропорту не беру такое. Обычно в аэропорту это времена соревнований, когда мне нельзя ни пить, ни есть. Сидишь, помните, какая я была. Бедный ребенок просто. Несчастная. Скажи, можно ли кушать сыр при ПП 45% жирности, или можно только лёг 15-20? Ну, если вы хотите достичь более быстрого результата, то 15-20. Если вам особо не важен этот вопрос, то редко, в малых количествах, вы можете есть 45-процентный. Вик-приверьте, а есть в актуальных тренировках это будет? Искать надо в ленте. Можно кушать брокколи, тушёный, без масла и подсоленную соль. Конечно, можно. Безусловно. Нужную. Но, если вы не страдаете с длительным живота. Вот. Сейчас пока кашка горячая, у меня очень вкусно пахнет. Я быстренько её скушаю и чуть позже к вам присоединюсь. Вы пока готовьте интересные вопросы, на которые я вам отвечу. Не прощаюсь.